Да, незаконно рожденная дождь. Дождь. Дочь. В один прекрасный январский день 99-го года, как принято писать в старинных сказках, мне позвонил в Мюнхен журналист Николай Ефимович. Несколько раз он удачно сделал со мной интервью для московской газеты «Комсомольская правда». Интервью получались всегда толковые, профессиональные и доброжелательные. Мы сдружились. Майя Михайловна, вы сегодняшний московский комсомолец случайно не видели? Где же я тут в Мюнхене увижу? Разве что на вокзал съездить, ну и там всегда на день-два с опозданием. А что там интересного? Ой, не падайте в обморок, Майя Михайловна. Они собой сообщают на первой полосе с жирным заголовком, что у вас есть тайная дочь. Тайный сын у меня уже был. Он даже нанес мне визит на Тверской. Вот это был пожилой провинциал. Сверив даты наших годов рождения, визитер покорно согласился, что что-то поднапутал. Я произвела его на свет в одиннадцатилетнем возрасте. И вы с таким нежданным сыном миролюбиво поговорили? Слушайте. Но у него вид такой был жалкий, обтрепанный, что грубить не захотелось. К тому же он очень тужил, что в дороге, поехал он ко мне в материнские объятия несколько суток, у него украли шапку. Дело было зимой, и мы с Родионом отдали сынишке теплую щедримскую ушанку. Очень миролюбиво распрощались, и больше желания свидеться с мамочкой у него не возникало. А что же теперь за дочь у меня объявилась? Коля с шутливого тона перешел на сердитую интонацию. Дочь ваша, как выяснилось, проживает в Израиле, и фамилия ее Глаговская, и учится там, балету. Московский комсомолец поместил рядом с сенсационной статьей фотографии матери и дочки, но схожести, как мне показалось, маловато. Хотите, я ее факсом вам пришлю? Когда я стала читать комсомольскую статью, сочинение, сочиненную журналистом Симоновым, то, естественно, возмутилась. История словно списана с бразильских сериалов. В те самые дни, когда моя дочь появилась на божий свет, я была с труппой большого балета в Австралии. Импресарио, устраивавший наш тур, назвал его «Майя Плесецк» и «Большой балет». И вдруг меня, беременную, прямо со сцены, транспортирует не иначе, как на межконтинентальной ракете, и я оказываюсь почему-то в Ленинграде. И рожаю свое чадо почему-то в спецклинике КГБ. Некий КГБшный полковник, ранее, будто бы сопровождавший не раз нашу балетную труппу по чужеземным весам, ждет потомство от твоей жены, производящей тот же акт деторождения в соседней палате спецклиники КГБ. Но жена полковника рожает мертвое дитя. И я, разжалобившись, и желая скрыть отщедрена свою дочь, дарю ей новорожденную. И тут же лечу в Париж танцевать на празднике газеты Humanité Бежаровское Болеро 16 минут стоя на столе. Одна. Неплохой экзерсист для роженицы. А годочков-то мне уже за 50. Этот бразильский сюжет разворачивается в Лондоне, куда спешит моя тайная дочь. Ей страстно хочется пообщаться с моей тетей Суламифи Миссерер, обосновавшейся в английской столице поближе к своему закадычному дружку Сапкору московского комсомольца в Лондоне Симонова. Тетя с порога видит поразительное сходство. Какие сомнения! Это же Майя Плесецкая 22 лет. К тому же Юля, как зовут эту девицу с трепетным девичьим голоском, левша. И Майя тоже левша. Ну, я тут не удержусь и процитирую журналиста Симонова в подлиннике. Любой специалист по генетике подтвердит, женщинам левизна передается только по материнской линии. Заметил по этому поводу Михаил Миссерер. Ну, а сама Майя Михайловна Плесецкая представьте себе тоже левша. Михаил Миссерер сын моей тети, известный международный балетмейстер, как аттестует его Симонов. Похоже, Миша Миссерер и еще известный международный специалист теперь по генетике. За то, что за этой бразильской фильмой просвечивается намерение задеть, обгадить, унизить меня, очевидно. Но кому это понадобилось, зачем? И зачем всю эту бразильскую фильму Симонов повествует со слов моих родственников? Похоже, это родственная месть. За написанное мною о Мите и Мише в книге «Я Майя Плесецкая». Звук-то идет. Ты можешь проверить? Ясно также, что с чьей-то подачи из Израиля отыскана эта экзальтированная авантюрная особа, да еще и со своей неизменной свидетельствующей, что она вовсе не мама мамой. И тут ясно, рождена вся затея в недрах нашего кристального чистого балетного мира. Догадываюсь, кто первым похохатывал на земле обетаманной, сочиняя подобную абракадабру. Но назвать имени Магнистану пускай покраснеет автор бразильского сценария, но вряд ли такой произойдет. Совесть уонах творцов почивает в литургическом сне. И журналист, и газета, способные опубликовать такую оскорбительную несуразицу, выбраны безошибочно. И заголовки начертаны в московском комсомольце недоброй, но хлесткой рукой. У Майи Плесецкой есть тайная дочь в Израиле. Здравствуйте, я дочь Майи Плесецкой. У знаменитой балерины обнаружился плод тайной любви. Как мне поступить? Что предпринять? К 99 году мои соотечественники по уши залиты потоками желтой прессы. Трехоршинный заголовок прочтут, на фотографии посмотрят и отложат в своей памяти очередную сенсацию. Утвердят ложь за правду. Лев Толстой заметил когда-то, что оправдываться самое неблагодарное дело. Но промолчать и не реагировать я решаюсь обратиться к правосудию. Да. Да есть ли оно у нас? Друзья советуют мне прибегнуть к помощи известного московского адвоката Бориса Кузнецова. Его очень хвалят. Странное совпадение, но первым мужа моей тети Суламифи Миссерер тоже звали Борис Кузнецов. Принесет ли мне это совпадение успех в моем желании обличить ложь? А может наоборот? Но я встречаюсь с адвокатом Кузнецовым и он безвозмездно соглашается мне помочь. Это мое первое, но увы не последнее обращение к нашему отечественному правосудию. Казалось мне, что наказать клеветников и авантюристов будет делом легким, лишь предъявить в суде программки, афиши, прессы австралийских и парижских гастролей. Ведь не танцевала же за меня в Сиднее, в Мельбурне и Париже очередная самозванка под моим именем. Сама я на судебное разбежательство ни разу не пошла намеренно, но информации о происходившем в суде у меня было предостаточно. Помимо моего адвоката Кузнецова, помощницы его Елены Зингер и моего старинного друга литератора Александра Яковлевича Реежевского, десятки раз принимавшего деятельное и всегда полезное участие в наших с Родионом делах, о судебных баталиях постоянно и прилежно обещала наша пресса. Меня даже чуть занимало, какие аргументы в пользу очевидной чепухи смогут привести мои клеветники, но они их рождали постоянно. Не хочу пересказывать шедевры изощренной фантазии своими словами, а приведу подлинные строки из газет тех дней. Газеты истлеют, перлы казуистики позабудутся, а мне жалко, что эти словоблудия канут в лето. Прочтем их, мой читатель, вместе. Журналист Симонов заявил, что он просто изложил рассказ тетки Майи Плесецкой, предкрепив его цитатами из писем Люлии Глаговской и далее. Автор статьи Владимир Симонов атаковал Майю Плесецкую, рассказав, какие неприглядные истории писала в своей книге сама балерина. Он посетовал, что олигархам от искусства позволено то, за что судят простых журналистов, и предположил, что Плесецкая хочет поправить свои материальные дела за его счет. От свободы прессы он перешел к защите прав читателей. Скажите, ведь после этой статьи ваша жизнь стала богаче, а представления о мире расширились? Другая статья. Адвокат московского комсомольца Муратов не нашел в публикации ничего порочащего. Он пустился в сложные философские изыскания, доказывая, что газетные заголовки хоть и не совсем соответствовали правде, но балерину не порочат. А что порочащего в хорошем слове мама или в слове тайная, вопрошал он и предлагал обращаться к толковым словарям. Подпись дочь Юля выходила и вовсе чистой правдой, ведь девушка действительно Юля и действительно чья-то дочь. Это я цитирую статью из Коммерсанта, написанную острым пером Татьяны Кузнецовой. Ясно, что она целиком на моей стороне, но были и другие авторы, которые с аппетитом пространно интервьюировали и дочку, и мамашу Глаговских, кое прилежнейшим образом сопровождало мое незаконорожденное чадо по судебным присутствиям и редакциям газет. Очевидно было, что кто-то финансирует их переполеты из Израиля в Москву и проживание в недешевых московских гостиницах. Парочка со страниц этих изданий метала громы и молнии на меня, жестокосердечную, моего лживого адвоката Кузнецова, особливо на продажных российских гинекологов. Экспресс-газета Москва номер 21 сообщила читателям, что моя самозванная дочь позвонила к ним в редакцию из Иерусалима и сделала заявление. По ее словам, ученые-гинекологи из Российской Академии наук, осмотревшие Плесецкую и выдавшие ей справку, что она никогда в жизни не рожала, совершили преступление. А дело было в том, что мой адвокат Кузнецов ко всем доказательствам опровержения, очевидности лжи, попросил меня взять справку у моего немецкого гинеколога, что я и сделала. Но суд по настоянию оппонентов Кузнецова все и вся подвергал сомнению. А почему гинеколог немец? У нас что, своих гинекологов мало? И пришлось мне, что только не сделаешь, доказывая, что не верблюд, отправиться в научный центр акушерства и гинекологии Российской Академии медицинских наук. После осмотра консилиума светил российской медицины мне выдали справку того же содержания, что и немецкий доктор гинекологический статус нерожавшей женщины. Но суд цеплялся по мелочам далее и далее. Одно из заседаний было, например, отменено на том основании, что доверенность, данная мною адвокату, была подписана не генеральным консулом России в Японии, а вице-консулом. А между тем, в суде фигурировали такие документы, как справка из ленинградского родильного дома КГБ, что ни один ребенок в названные Глаговскими дни, там не умирал. И еще свидетельство, что сам отец Юли, полковник в кавычках Глаговский, никогда ни полковником, ни сотрудником, ни агентом КГБ не был. А работал он на ленинградском заводе ленавторемонт инженером. Два с лишним года тянулось это судебное расследование. Адвокат Кузнецов оценил моральный вред отклеветит мой адрес в 500 тысяч американских долларов. Но наш справедливый и беспристрастный отечественный суд, который мы в конце концов все же выиграли, отмерил урон моему престижу в 18 тысяч рублей. 10 тысяч плесецкой, 8 тысяч на судебные расходы. Ну вот. В пересчете по курсу долларов в те дни 620 американских долларов. Но суд также обязал газету «Московский комсомолец» опубликовать опровержение, причем тем же шрифтом на первой странице, где и была пущена в свет дочерняя утка. И срок был указан две недели, но миновал год. Мои друзья тщетно старались обнаружить в зловредной газете предписанное им судом опровержение, но так и не дождались. Адвокат Кузнецов обращался в комитет по делам печати и прочие высокие инстанции. Никто и ухом не повел. Моя незаконно рожденная дочь решением суда была весьма рассержена. Она вновь в сопровождении своей мамаши явилась в Москву и начала походы по кабинетам главных редакторов престижных газет. Я узнала об этом от Старкова, руководившего тогда аргументами и фактами. Он позвонил мне взволнованный поздним вечером и сказал, что два часа беседовала с дочкой и матерью и имеет намерение опубликовать этот разговор. Мне хочется дать информацию от газеты. Вы не поможете мне в этом? Когда же эти публичные развлечения закончатся? Таня Кузнецова цитировала в Коммерсанте гневные слова моей отвергнутой дочурки. Что мне в дураках теперь оставаться? Миссереры это начали, а я доведу до конца. Я ее поставлю на место. Ни одна справка еще от десяти гинекологов ей не поможет. И Австралия тоже не поможет. Совсем уж абсурдным было то, что обе Глаговские печатно требовали провести анализ моей крови на ДНК. Печальная тень эксгумированного Ива Монтана вдохновляла их на эти взыскания к справедливости. Но я то еще жива. Что мне три капли крови не жалко что ли? Таня Кузнецова позвонила мне в Литву и напечатала на том же коммерсанте мой ответ. Чистой воды авантюризм который кто-то финансирует. Пусть анализ ДНК сделают матери и дочери Глаговских. Они же под рукой. А моей крови на всех аферистов не хватит. Мои слова Таня вынесла в заголовок свои остроумные заметки о моих заключениях. Крови Майи Плесецкой на всех не хватит. Крови и нервов действительно уже не хватало. Я конечно слышала и читала как терзают артистов мнимые и подлинные дети. Но когда это происходит с тобой да еще так беспардонно и нагло то нервы начинают сдавать. За мою долгую жизнь советская власть натерзала их досталь. Ученые и медицинские мужи утверждают нервные клетки не восстанавливаются. Что-то теперь принесут мне будущие годы. Никакого опровержения в московском комсомольце не появилось. Поговаривали по-тихому что за газетой стоит градоначальник Москвы. Это его епархия. И напоминать о неукоснительности судебного решения всерьез никто не будет. Теперь наталкиваясь на московский комсомолец в газетных киосках я резко а когда и бурно реагирую никогда не буду покупать это издание. Но правда все же восторжествовало поздно а восторжествовало в декабре 2002 года отмечали 70-летие щедрина как водится брали интервью на ТВ радио и газеты Родиону позвонила его приятельница с давних студенческих лет журналистка Наташа Дардыкина он и не знал что она работает в московском комсомольце эту газету мы избегали и сторонились как черт ладана и вдруг такой разговор Родион я хочу сделать с тобой большую интервью для моей газеты у газеты бешеный тираж а где ты теперь работаешь Наташа в московском комсомольце боже как тебя занесло в это желтое логово почему ты так говоришь и Родион волнуясь рассказывает Дардыкиной всю мою горькую одиссею с лжедочерью Наташа ничего не слышала и бурно реагирует еще в советские времена она слыла среди коллег правдолюбкой и не раз получала по шее за свои вольнодумства старая еще журналистская гвардия я бегу к главному может он не в курсе а если в курсе я его усовестую мне скоро на пенсию никто мне не страшен добьешься выполнения судебного решения интервью за мной не заслужила Майя такого пренебрежительного к себе отношения чего не могут судебные исполнители милицейские чины градоначальники может сделать субтильная седовласая женщина есть в ее худеньком теле место для совести и порядочности сколь многое могут осуществить неравнодушные милые но честные люди надутым сытым властелином наших судеб упитанным кругловицем депутатом градоначальником шефом и боссом невдомек что у иных людей есть и нервы и достоинство и честь и самолюбие и репутация и добрые ими наконец главный редактор среагировал быстро это ведь так просто только желание надо желание извиниться перед человеком которого оскорбили и обидели спросить прощения вместо упрямых амбиций текст опровержения был опубликован на первой странице комсомольца скромным неброским шрифтом в уголке газетного листа но все же появился извинения произнесены произнесены подписал обращение ко мне главный редактор Гусев вот его текст МК с необдуманной поспешностью опубликовал 28 января 99 года присланную из Лондона статью Симонова здравствуйте дочь Майя Плесецкая в которой без тени сомнения миф некой молодой особой Юлии Глаговской проживающей в Израиле преподносился как неопровержимый факт автор статьи увлекся выигрышной сенсационностью жареного вымысла очередной дочери лейтенанта Шмидта к сожалению сотрудники газеты готовившие материал к публикации не обратили внимания на зыбкость юридическую и биологическую безграмотность доказательств господина Симонова состоялся суд своим решением обязавший МК напечатать опровержение однако опубликованное 30 мая 2002 года опровержение увы содержало стилевые несуразности в частности возможность двойственного толкования заключительных строк о том что МК не может опровергнуть само существование Глаговской с ее мистификацией еще ничего не достигнув в балете она попыталась соединить себя с великой балериной глубоко чтимая Майя Михайловна приносим вам извинения за причиненную вам боль главный редактор МК Павел Гусев несколькими годами спустя режиссер телевидения Сергей Костин приехал к нам в Литву чтобы снять телевизионный фильм о наших с Родионом персонах он задумал что-то вроде двух серий одну обо мне а другую о щедрине его замысел входил и мини интервью с абсолютно совпадавшими вопросами блиц тест на 30 40 секунд по условиям теста мы не должны были слышать как на продублированный вопрос будет отвечать другой задумываться было нельзя ответ молниеносный ну коли тест значит тест хочу сказать что среди множества разочарований которые постигли меня в работе с телевизионщиками Костин проявил и серьезность и хорошую дотошность и отличный вкус фильмы по нашему с Родионом мнению удались несколько раз они были показаны по телевидению с первой встречи с Костином помятуя о прошлых неуполу удачах я была очень насторожена я даже не пустила съемочную группу к нам в тракайский дом среднеарифметические лепильщики биографических телефильмах и так обойдутся но в процессе работы настороженность моя миновала и мы могу сказать сдружились потому я и была покорной экзуменуемая блиц-тестами и вот вопросы их много они чуть-чуть провокативные чего вы боитесь более всего родственников не задумываясь выпаливаю я Костину Костин и его группа удивленно поднимают брови такого ответа они не ожидали но прочитав эту главу ты читатель вряд ли удивишься и краткий постскрипт осенью 2006 года первая программа российского ТВ вернулась к сюжету этой главы в передаче пусть говорят опять муссировали вопрос о моем материнстве ох уже это незаконорожденная дочь из Израиля безостенчивые администраторы ведущего программы вожделенно зазывали меня принять в дискуссии деятельное участие отрицать или покаяться в грехе передача состоялась и я ее видела защитники были но были и персонажи без колебаний провозгласившие а я верю что девушка дочь плесецкой почему верите а вот просто верю и все дыма без огня не бывает старинная поговорка явно нуждается в наши желтоватые дни в поправках все друзья вот теперь я прочитал все до конца ой лена ольга спасибо большое за стикеры вы видимо меня поддержали за то что я дважды это читал спасибо вам огромное что слушали простите меня за то что я так со звуком уваженулся теперь мне надо будет потом отрезать этот первый раз это молчаливый момент я отрежу и это будет в нормальном варианте жутковато правда но очень по-российски эти желтые газеты очень по-российски вот и пословица да вот это дыма без огня не бывает видите как ее можно применять хитро спасибо вам огромное доброй ночи вот теперь точно до следующего вторника дважды послушала да но твои впечатления какие ужасы ужас правда противно противно и суд противно и странно да во первых родственники которые устроили такую гадость они кое-кто еще жив представляешь родственники которые устроили такую гадость кого бы стоит бояться в жизни родственников да нормально это первое а второе суд суд который сразу должен был встать на сторону Плесецкой длился два года этих справки да 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 и там я упустил этот не стал читать этот момент о гинекологических подробностях Майя Михайловна там пишет о форме такого-то такого-то там детали какого-то органа что со стопроцентной уверенностью это выясняется рожала женщина или не рожала вне зависимости от прошедших лет даже у столетней женщины видно рожала или не рожала я это просто не стал читать зачем и все равно суд длился два года там ей было тяжело противно и обидно я думаю друзья доброй ночи я знал я AUDIENCE это я это Продолжение следует...